Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Ответил на все вопросы. Премьер-министр Дагестана встретился с журналистами в непринужденной обстановке в Центре этнической культуры. О чем конкретно говорили? Расскажем через минуту. Нашли и обезвредили. Что обнаружили специалисты Россельхознадзора в растеневодческой продукции, ввозимой в регион? Узнаем скоро. Безопасность с малых лет. В Дагестане открылась автошкола для самых маленьких. Чему еще, кроме правил дорожного движения, обучают детей? Смотрите в выпуске. Открыто, без официоза и без заготовок. Так обозначила свою пресс-конференцию председатель правительства Дагестана, посвященную итогам деятельности Кабинета министров республики. Абдул Муслим Абдул Муслимов провел встречу с журналистами в непринужденной обстановке в Центре этнической культуры. Представители СМИ могли задать любой интересующий вопрос. Диалог получился живым, и это несмотря на то, что он длился чуть более 4 часов. Не скучала на встрече и наш корреспондент Фатимат Ханапова. Ей слово. И все же без официоза не обошлось. По старой доброй традиции чиновничьих отчетов все началось со ступительного слова, которое продолжалось почти час. За это время глава Кабмина успел рассказать про все или почти про все, а именно про шерсть, мясо и те же яйца. Другими словами о том, что производим, производить еще будем и развивать хотим. Как и ожидалось, в качестве локомотива региональной экономики выступает сфера АПК. Сельское хозяйство динамично развивается и в области растеневодства, и в области животноводства тоже. Все индикативные показатели исполняются. Чтобы человек жил, творил, работал, он должен быть прежде всего накормлен. Поэтому испоконный путь ставилась такая задача. Не баранина, а единая. В промышленном производстве, по мнению премьер-министра, тоже есть положительные результаты. Домашностей советского прошлого еще далеко. Строить космические корабли или собирать вертолеты, пока рано начинать стоит с малого. Мы должны быть нацелены на запуск промышленных предприятий, перерабатывающего направления, той продукции, которой у нас. У нас очень большая нехватка специалистов по техническим специалистам, IT-специалистам, IT-технологам и так далее. Сейчас мы вопрос ставим по подготовке кадров. Спасибо тем руководителям и Дагдизеля, и Кемза, и Дербенского электросигнала, и другим, и Азимута, которые они сохранили, не дали развалиться этим предприятиям. В силу определенных моментов, я сейчас не могу назвать суммой, которые туда пришли за последние два года. Туда пришло очень большое количество средств. И, например, я один факт приведу. На Кизярском электромеханическом заводе за последние два года трудоустроено 654 человека. А провер глава Кабмина и слова директора Ассоциации туроператоров России, которая заявила о том, что спрос на отдых в Дагестане сократился на 30% после известных событий в Махачкалинском аэропорту. Премьер отметил, что подобного рода новости собирают люди, цитата, которые не выезжают за пределы Садового кольца. Встреча с журналистами длилась более четырех часов. На прощание премьер подарил всем представителям СМИ сборники стихов Расула Гамзатова с подписью от председателя правительства. Патемат Ханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Воз более 270 тонн растеневоческой продукции через границу проконтролировал Ростерхознадзор в прошлом месяце. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. Товар прибыл в нашу страну из Ирана и Турции. Почти в трех тысячах тонн овощей и фруктов специалисты ведомства выявили карантинные вредные объекты, такие как западный цветочный трипс, средиземноморская плодовая мука, восточная плодожорка и другие вредители. В настоящее время подкарантинная продукция обеззаражена. Партия гуманитарной помощи от Минпромторга Республики была доставлена жителям сектора газа, временно проживающим в Дагестане. Это предметы первой необходимости, в том числе теплые куртки и зимняя обувь. Сегодня вся республика не осталась равнодушной к бедам наших братьев. И наше Министерство промышленной торговли вкупе с промышленными предприятиями оказало гуманитарную помощь в части по поставке одежды и обуви, которая произведена на территории Республики Дагестан. Хотел бы отметить, что правительство Республики Дагестан, глава Республики Дагестан системно эту работу выстраивают и на сегодняшний день будет оказана всяческая поддержка с нашей стороны. Напомним, что сейчас в нашей республике находится более 160 палестинцев, среди них около сотни детей. В настоящее время беженцы живут в пункте временного размещения на территории одной из столичных баз отдыха, где обеспечены всем необходимым. Первые шаги к аккуратному вождению. В Дагестане открылась школа безопасность в движении для самых маленьких. Занятия будут проходить на базе подведомственной Миноборнауки Республиканской детско-юношеской автошколы. Данное учреждение является частью проекта «Движение первых». В рамках обучения дети узнают не только о правилах дорожного движения, но и научатся ездить на велосипедах и самокатах. Проведение мастер-классов запланировано до конца июня 2024 года. В поселке Ленинкент началось возведение сразу двух мечетей в первом и во втором микрорайонах. Спонсоры и инициаторы строительства встретились с председателем Совета имамов Махачкалы для того, чтобы рассказать о ходе работ. Также в четвертом микрорайоне поселка при финансовой поддержке местного жителя идет ремонт еще одной мечети. Тем временем в мечети имени шейха Зайнулы Шарифи в Махачкале прошел маджлист для молодежи Гунипского района. Богословы беседовали с прихожанами, отвечали на вопросы, предостерегали от участия в конфликтах и провокациях, которые распространяются через соцсети. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok